Сашка, я знаешь, что подумала? Может быть, поедем на какую-то экскурсию? Ну, посмотрим, как жили турецкие султаны. Викусь, я на прошлой неделе в Кончезаспе был. Забор там красил. Такой, шесть метров на три километра. Так вот, я тебе скажу, что турецким султанам до наших рядовых депутатов, как Лёшке, до пенсии. Это точно. Ой, хорошо, что мы в этом году в Турцию поехали. Да. А не, как обычно, пансионат-буревестник в Бердянске. Ну, в этом году Турция реально дешевле. Давай выпьем с тобой за наш безмятежный отдых. И хорошо, что мы взяли с собой бабушку. Да, да. Вот она за Лёшкой присмотрит, и у нас будет с собой, ну, как бы второй медовый месяц. Мам, пап, я на море. Да, хорошо. А где ты бабушку потерял? Бабушка в ресторане. Ведет себя, как муравей. В смысле? Ну, она пытается унести еды в 50 раз больше своего веса. Ура, я дожила, дожила, коммунизм. Ну, вот, векусь и закончился наш медовый месяц. Бабуля, что вы орёте? Да я коммунизму радуюсь. Всё бесплатно. Мы же в Советском Союзе его 70 лет строили, 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 строили. А он в Турции построил. Бабушка, это называется не коммунизм, а all-inclusive. All-inclusive? А нахрена мы в Советском Союзе коммунизм строили? Надо было сразу all-inclusive строить. А вы это у товарища Сталина спросите. Он же сейчас здесь, сюда переехал. Мне бы хотя бы одним глазком взглянуть бы, а? Бабулечка, ну он же шутит. Да умер ваш Сталин, умер. Запомни, Сашка, Ленин всегда молодой, а Сталин всегда живой. Вот. А турки молодцы. И в бога верят, и коммунизм построили. Молодцы. Ты представляешь, если бы мы её в Египет повезли? Она бы, во-первых, офигела от египетского коммунизма, а, во-вторых, бы офигела от количества мавзолеев там с вождями. Слушайте, а что вы меня раньше сюда не привозили-то, а? Ай, я поняла. Наверное, здесь раньше только члены политбюро отдыхали. А теперь и простым гражданам разрешили, да? Это же была забота о населении. Вы представляете, в то время вас сюда. У вас бы сердце остановилось. Я, наверное, здесь и умру. Мне уже кто-то в номере белые тапочки оставил. Ну, бабушка, ну не говори глупостей. Белые тапочки, а они кладут в каждый номер. Чё это? Того это? А что у тебя в пакетах? А, ну как что? Еда из столовки. Вы это, посторожите, я ещё скажу. Ты ж... Бабуль... Стой, куда ты? Куда? В столовку. Через полчаса коммунизм закрывается. Да вы, зачем вам столько еды, ну? Ага, вот оно, поколение супермаркетов. Еды много, не бывает. Сейчас пойду, а то халява может закончится. Да не закончится халява, ну чё вы начинаете? Тут бесконечный коммунизм. Можно и позавтракать, и пообедать, и пополничать, и поужинать, и поздно поужинать. Тут даже ночью пожрать можно. И завтра. И завтра. И послезавтра. И послезавтра. До конца отдыха. Это ж сколько пакетов надо! Да! Бабушка, да не... Ну что ты, ну зачем пакеты? Никуда едать тебя не денется. Вот. Нам так же про рублино-сберегательные книжки говорили. Точно так же. Не волнуйтесь, граждане. Никуда отдастся, они не денутся. А потом кукиш! Кукиш на кусь и выкуси. Всё, нету. Бабулечка, вы успокойтесь. Сходите вон, на баре себе что-то возьмите. Ага, на баре. Видела я там. А всё иностранное. А кто платить будет? Что? У них что, и в баре коммунизм, что ли? Ну, конечно. Ой, дед два года не дожил. Он же мечтал об этом. Он бы из партии вышел. Он бы ислам принял. Ой, слушай, Алёшка, сходи на бар. Принеси мне коктейль с карвалолом. А то бабушка что-то распереживалась. Ой. Бабушка, а тебе карвалол с пепси или с колой? Так, не надо никакого карвалола. Лёшенька, принеси бабушке мохито, а мне опероль-шприц. Шприц? Здесь что, и медицина бесплатная, что ли? Лёшка, возьми мне пять шприцов и запиши на МРТ. Бабулечка, бабушка. Опероль-шприц это название коктейля, понимаете? Ну, это как секс на пляже. Ой, я поняла теперь, как они за эти коктейли рассчитываются. Ну что вы, я женщина свободная. Уже два года. Поэтому могу и рассчитаться. Так, Лёшка, ставь и давай мне, а маги, пакеты собрать, принести. Бабушка, ну я сюда отдыхать приехал. Вот. Ребёнка нужно с детства приучать к труду. А то вырастет, как твой оболтус этот. Лёшенька, помоги бабушке. Ну давай, отнесём в холодильник. Ой, Вика. А? А можно я в твой холодильник еду поставлю, а? А то мой забит консервацией, которые я с собой взяла. Ну кто ж знал, что я из конотопа сразу в коммунизме окажусь. Идёт, идёт. Я в твой положу. Викусе, вот мы взяли бабушку, чтобы она за Лёшкой следила. В итоге нам придётся и за Лёшкой следить, и за бабушкой. Это хорошо, что она не знает, что тут фрукты бесплатные. А то она уже начала бы закрывать варенье в номере. Вика, где здесь можно банки взять? Здесь фрукты бесплатные. Банки? Ну перестань. И крышки, крышки алюминиевые. Бабушка. О, слушай, я хотел ещё спросить, кто такие вот это, на пляже эти, ходят такие в одинаковых майках, все со свистками, по пляжу возле бассейна, кто это? Это аниматоры. Кто? Ну они развлекают, помогают, но делают так, чтобы твой отдых удался. Тимуровцы. Слушай, а можно я одного дёрну? Зачем? За что? В личных целях. Ну, он будет мне помидор крутить на мясорубке, а я сразу закатывать в банки. Да. Чё мы вообще бабушку вот сюда брали в Турцию? Надо было её отправить в буревестник, там ей всё знакомо, всё понятно. Она там всех знает. Она же без этого своего, как он называется, электрофореза, жить не может. Хотите, пойдите в бассейн и окунитесь. А, не, 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 я не буду в бассейне, наверное, как надюрил кто-то. Да никто там не надюрил, бабушка. А я говорю, надюрил. Кто? Неважно кто. Знаю, было дело и всё. Бабушка. Да тебе не стыдно, бабуль? А чего? Я хотела это, а тут же нету эмэжо. Тут и не будет эмэжо, это Турция. Тут WC. Ну, VC. VC? Ну. А, VC это другое? Ну, конечно, это роутер, интернет, это... Блин, а я думаю, что у нас целый день интернета нет, а? Слушай, бабулечка, может ты ляжешь, полежишь, нет? Нет, 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 полежать я ещё успею. Здесь отдыхать надо. Напоминаем всем отдыхающим, что сегодня возле бассейна нашего отеля состоится пенная вечеринка. О, класс. Я надеюсь, бабушка этого не слышала. Ты что, думаешь, реально пойдёт на пенной вечеринке тусить? Тряхнёт там стариной? Главное, чтобы у неё ничего не выпало там. Слушай, я не за это переживаю. Пенная вечеринка. Она же начнёт всё перестирывать. Да, правильно говорят. Сибирские мужики, по сравнению с твоей бабушкой, это так, детский лепет. Тут её надолго запомнят. Это точно. А ну пошёл, гадина. А ну пошёл. Гад такой, а. Сашка, вызывай милицию. Я вора поймала у вас. Я не вора. Я уборка на мирах. Постель меня. Бабка лицом мне плюнул. Бабка сюда в тюбетейка плюнул. Сказала первый раз плюнул, во второй что-то сказала. Я не понял, навалить. Это страшно. Бабушка, перестань. Что? Это не вор, бабуля. А кто это? Это обслуживание номеров. Он пришёл поменять постель на чистую. Да. А врёт он, брешет. Зачем постель менять? Мы только вчера приехали. А в бурвестнике вон вообще никогда не меняли. Да? Да, думаю. Бабулечка, ну это пятизвёздочный отель. Здесь меняют каждый день. Зачем? Вот такой вот беспощадный турецкий коммунизм. Всё. Хвалишь его, а он у тебя, гадина, деньги украл. Из сейфа? Нет. С постели. О, доллер. Видишь? Ай-яй-яй. Ага, я увидела сразу ему по кокам врезаную. Ай, коки, коки. Больно кокам, больно очень. Извини, братан, извини. А ещё она все мильные принадлежности забрала. А-а-а чё? Это ж хаява, коммунизм. Так, бабушка, быстро верни обратно. Вот. Бабушка. На! Жлобина. Эй, коки, болят, болят, коки. Ба, тебе не стыдно? Что не стыдно? Что у тебя в сумках? Как что? Полотенца подарочные. Какие? Ну, он же нам новые положил. А я взяла и эти старые запахнула. А что, это подарок будет? Большое я Никифоровне подарю на 80 лет, а маленькими уже будем Никифоровному обмывать. Так, бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Возьми и верни всё обратно. Ага. И похоронные. И похоронные! И халаты. И халаты, конечно, верни халаты. И сейф. Что? Кучу. И, конечно, верну всё. И птицу тоже вернуть надо. Какую ещё птицу? Ой. Захожу в номер к вам, а там вот такая лебедь плавает, плавает по кровати вашей. Я её Аркадьевне на юбилей подарю. Она её в сервант поставит. Бабулечка, это просто полотенце. Это лебедь, дятел. Бабушка, вот это вот сделал уборщик, который приходил менять постель. Понимаешь, он за один доллар может всё, что угодно из полотенца сделать. Да? Всё, что угодно? Да. А может он мне сделать Баб! Дулю. Вот такую. Я буду в совес входить с ней и тыкать, 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 тыкать. Эй, миньон! Доллер хочешь? Иди сюда. Кошмар какой, а. Слушай, может мы её на экскурсию куда-нибудь отправим? Ты шо? Ну, по Муккале пускай там погуляет, я не знаю, в собор святого Николая сходит. Да пусть лучше она в отеле сидит. Тут за хулиганство максимум будет штраф. Ага, а за порчу исторических ценностей её могут и в тюрьму посадить. Я свою бабушку знаю. И её любовь к иконам. А ну, иди, скотина ты, а, гадина. Ну, всё, и вообще, да. Бабушка, что случилось? Это кто вообще? Что? Сиальте, фрау фон Гриль? Фрау, ты не, немца поймала. Сашка, где здесь главный штаб этих коммунистов? Сейчас сдадим его. Да откуда я знаю, где тот штаб коммунизмов? Взяких. Зачем вы немца связали-то, ё-моё? Ну, как это зачем? Они всю жизнь хотели коммунизм разрушить. Бабушка, смотри, сейчас времена очень сильно поменялись. Сейчас турецкие коммунисты, они приглашают немцев к себе в гости. Дружат они. Ага, дружат. Как мы с 39 по 41. Ага. А потом, да, дружились. А ну, пойдем, я тебя допытаю с пристрастием. Расскажешь мне, где золото рейха. Пошли. 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 Господи. Когда у твоей бабушки электроэнергия закончится? Ну, послушай, она сейчас привыкнет и успокоится. Она хотя бы перестала показывать корочку ветерана труда, чтобы ее пропускали без очереди. С утра. Стоит возле банана и спрашивает, есть льготные места или нет. А зачем ей банан-то? Да она без очков была, а банан большой, желтый. Она подумала маршрутка. Вот куда ей ехать надо было с утра? Она же сказала, что тут помидоры хорошие, поеду утром рассады куплю. А на пальму вылезла и кричала, Никифоровна, до 96-ти годов дожила, так кокосу и не пробовала. Хорошо, что не убилась. А как только приехала, все конфеты с рецепшена себе в карман засунула. Говорит, и это Клавдии Петровне сладенькое напоминке. Тебе что, жалко, что ли? Мне? Жалко. Что-то я уже волнуюсь, давненько ее не было. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- замуж выхожу. За кого? За Мустафу. Это массажист местный. Ой, как он меня отмассажировал. Ой, и массаж сделал, и шпилинг. Я лет на 40, наверное, помолодела. А еще он массаж делает и приговаривает. Хорошо, Наташа, хорошо, Наташа. Евгения Михайловна, вы же не Наташа. Знаешь, Саша, после того, что он со мной сделал, я готова быть и Наташей, и Андрушей, и кем угодно. Ваш Кальян. Мустафа. Наташа. О, кожа как шарпей. О, тут как спаниэль. О, Наташа. Мустафа. Наташа. Пока. Мустафа. Зачем я это увидел вообще? Ладно, массаж, я понимаю. Кальян-то вам зачем? Вы же не курите. А кто его курить будет? Ты посмотри, какая ваза красивая. Я ее, Никифоровне, на юбилей подарю. Она туда цветы будет ставить искусственнее. А? Бабулечка, вы сюда отдыхать приехали? Или своим подружкам сувениры воровать? Ну, а чего бы не взять, если на халяву-то? Вот, халява, халява, халява. Вот почему у нас так все, а? Вот поэтому к нам так и относятся, потому что мы любим все на халяву. Вот, бабушка, 50 долларов вам. Пойдите в сувенирную лавку, купите вашим подружкам подарки. И не надо ничего воровать, прятать, закапывать. Вот. Я согласна. Я надеюсь, ты в старости такой не будешь? Хорошо, что ты вот это вот все придумал. Сейчас она пойдет в сувенирную лавку, накупит там своим старушкам сувениров. Главное, чтобы не потратила на всякие глупости. Да. Потому как соблазнов тут очень-очень много. Да, соблазнов, да. Саша Вика! На парашюте не катайтесь! В него кто-то надзюрит! Все, мое, он дал 50 баксов на свою голову. Иди, спасай ее, я в бар пошел. Все, не могу уже. Бабуля! Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok